И так, всем привет дорогие друзья, с вами я Денчик, сегодня я буду снимать видео по игре сам РП, ну сам РП-03З, и сегодня я играю на новом сервере Даймондов, их уже 5, это Даймонд Эмеральд, Даймонд Триллиант, Даймонд Родиан, Даймонд Кристалл, и вот он новый пятый сервер, Даймонд Сапхир, ну или Сапшир, я не знаю как читается. И сегодня я вам просто хочу обзор показать этого серва, просто вот покажу, сервер, как сервер, точно такой же серва, как другой Даймонд, тут кстати цены пониже, например, чтобы дом тут купить, ну ниже цена, не то что как на Родианте, на Кристалле, и вот мы первый левел здесь, и я вот даже не знаю, куда вот мне ехать, а куда нет, у тебя сколько, у тебя сколько плата, стой, у тебя сколько плата, вот, что-то не видно, не увидала я плата его, вот и в полицию, давайте посмотрим лидеров онлайн, ну вот, так, это куда, нам у вас на турус не надо, нам нужно на какую-нибудь работу, вот, у меня уже тут часы есть, чтобы посмотреть время, нужно просто вставить команду Тайм, чтобы посмотреть свою статистику, нужно просто вставить команду МН, и вот статистика, у меня первый левел, ну и остальные, так, это куда едешь, ну, давайте-ка сюда сядем, и сразу скажу, только попробуй меня не довезить до, ой, до лесопилки, я на тебя жалову больше, так как тут водители автобусов совсем охренели, просто, ничего даже, вот, я не поняла, ничего, просто, вот, не доводят людей, выкидывают, я только один час поиграл на этом сервачке, вот, сейчас буду с вами, конечно же, второй играть, хочу я на этом серваке вступить куда-нибудь, так как я на Родианты, ну, на Даймонде Родиант, уже служу в сухопутных войсках, тут я тоже куда-нибудь просто вот хочу поступить, вот, мы сейчас едем на лесопилку, и, я надеюсь, что мы туда доедем, конечно, IP сервера я вам оставлю в описании, и вообще, IP всех серверов я вам тоже в описании оставлю, и хочу вам сказать про эти серваки, я на Родианте, ну, на Родианте у меня есть друг, он админ, и он сказал, что скоро создадут еще один новый Даймонд, они его еще не знают, как назовут этот Даймонд, но говорят, что будет новый Даймонд, много слов Даймонд говорю, но это, это ладно, сейчас нам главное доехать до лесопилки и подзаработать чуть-чуть денежку, после заработки, ну, я не знаю, что можно сделать, я не знаю, так, и, так, продам сим-карту за 30 тысяч, да уж, цену поменьше не придумал бы, 3 тысячи, например, вот это нормальная продажа сим-карта, вот, едем, медленно, конечно, водитель попался, но я, я езжу на таком автобусе, он хорошо на заворотах заворачивает, но очень медленно едет, очень медленно разгоняется, скорость набирает, вот, сейчас я днем, как бы, играю, и на этом серваке 381, вчера я вечером, 381 игроков, а вчера я вечером играл на этом же Даймонде, и, и, и вчера я играла 750, 850, да, но про этот Даймонд еще никто не знает, я думаю, что он будет вот сейчас развиваться, развиваться, и в итоге он будет лучше всех серваков Даймондов, ну, я так думаю, я не знаю, не знаю, тут никаких админов, вообще вот на этом серваке, не знаю никаких админов, на радианте вот хорошо, знаю, админов на триллианте хорошо, а вот на этом серваке, я, конечно же, не знаю, даже не хочу узнать, ну, вот мы сейчас доедем, я думаю, уже, и пока буду работать, вы, наверное, музыку послушайте, зато получите удовольствие, вдохновение, но, я не знаю, для кого это кора будет, для кого и нет, но сейчас мы позаработаем денег, и я хочу съездить, купить себе сигареты, на, прям вот на этом серваке, и курить, и хочу еще купить себе очки, но это дорого, конечно, все стоит, и я попробую заработать пять тысяч, пять тысяч, это недолго, это я недолго зарабатывать буду, это очень быстро, главное, чтобы не было рестартов, или, чтобы меня не китали, там, за ДМ, за, ну, и за многое другое, ну, вы поняли, и так, вот тут вот, дома в этой деревне уже все пораскупали, я не знаю, может, лесопилка даже и не тут находится, потому, что тут говорят, местоположение больницы изменили, местоположение автошколы, говорят, изменили, но этого я не знаю, кстати, мне охота посмотреть на свои лицензии, 308 у меня, иди, ой, 288, конечно же, у меня 308, нехлудитель, что значит нехлудитель, а, ну, вот, у меня только наводительские права есть, нужно ждать, сдать на лицензию пилота, но говорят, что тут за три тысячи только можно ждать на эту лицензию, конечно, когда я узнал об этом, я сразу себе сказал, они не оборзели ли, но в итоге они и вправду не оборзели, вот, мы поели, ну, вот, я думаю, может, вам, музыку включить, послушайте, пока я работаю, или с вами разговаривать, да нет, я думаю, что вам лучше будет музыку послушать, да, ну, все, наслаждайтесь музыкой, пока я работаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сапшу, там я уже хочу показать, что я уже вступаю куда-нибудь, ну или же опять работаю на лесопилке, на шахте или на оружейном заводе. Или как работаю, как вам так сказать, где-нибудь, куда-нибудь уже вступлю, например, в какую-нибудь фракцию, хочу вот, почему-то вот меня всегда к войне тянет, война, 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 ну армия точнее, армия, армия, так охота просто в армию. И вот у нас ноль в тенге, и считайте, мы уже отыграли два часа. Кстати, хочу вам рассказать об одном, как бы, ваге на Родианте. Например, вот вы работаете на лесопилке, работаете, 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 и, например, у вас накопилась определенная сумма. И ждете по идее, не уходите с работы, а ждете по идее. Когда по идее будет, у вас будет написано, что на ваш счет пришли те деньги, которые вы заработали. Потом вы уходите с работы, и вам еще эти же деньги опять идут. То есть вы вдвойне зарплату получите от своего, как бы вам так сказать, от своей зарплаты первоначальной. Да, конечно, давно я видео не снимал, что-то разволновался, но нельзя волноваться, испорчу видео. Итак, вот мы работаем, мне еще вот, я где-то 10 минуточек поработаю, и пойду уже куда-нибудь схожу, например, пойду сдам на летные права. И, ну, как это вам сказать, хочу сдать на летные права, и, если такое возможно, на этом все-таки арендовать самолет. Но до этого еще долго, и давайте пока работать. Я хочу вам сказать, что, если вы захотите найти меня и со мной видео поснимать на каких-нибудь серваках Даймонда, вы можете найти меня под вот этим ником Александр Кержаков. Это у меня единственный ник, на котором я играю. И найти меня можно по ID, например. Написал, напишите ID, например, Александр. Вот, и у меня, видите, игроки онлайн под ником Александр. Вот, 308, ID 308, да. Потом, если вы хотите узнать мой номер, если вы меня просто так не сможете найти, вы набираете вот такую вот команду нам бы Али... 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 Аксандр... Кержаков. А, у меня нет телефонной книги, ее можно купить в магазине 24-7. Я телефонную книгу, оказывается, еще даже не купил. А давайте-ка ее и проверим. Проверим, купил я или не купил. Так, что у нас тут, вот, сменена автоминка, сменена администрации. Список команд... Нет. Короче, ладно. Вот у нас сколько там законок... Две законопослушности. Это мало, конечно. Очень мало. А, вот, я заработал, себе лежат, и нужно, как-то, уйти с работы и опять. Как вам сказать? Ну... Вот, в автошколе сюда проходит День открытых дверей, и мы ждем вас на собеседовании. День открытых дверей... Это... Это, походу, просто так принимают. Кстати, у меня тут медкарта приобретена. Ой, не сколько команды из-за материала. Нет. Какой у меня там? Не 308 был, а 2-1 не был. Нет, у меня не пройден. Ну, это ладно. Это мы потом приобретем. Медкарта очень важна, кстати, на наборах. Без медкарты вас вряд ли могут принять. Потому что, вот, я на Родианте, ну, на Даймонде, ролеплее Родианте, я очень долго не мог приобрести медкарту. И меня из-за этого не принимали. И вот только когда я добился 6-го уровня, мне только тогда смогли выдать медкарту. Я вообще поражен был, конечно же. Сколько я раз по больницам шатался, чтобы приобрести эту... Вот какую-то медкарту за 500 или 300 тенген. Ой, долларов. Какие деньги? Ну вот. Вот у нас уже 4 штуки. Это, по-моему мнению, нормально. Давайте так... Сейчас обработаем 5 минуточек. И поедем... Или побежим в автошколу. Там мы приобретем... лицензии на... Ну, лицензии пилота. Но сначала нужно сдать... Как бы теста. Один... Составляющий 10 вопросов. Вот я сейчас себе за 5 минут добуду денег. И все. Мы пойдем. Хочу, конечно, чтобы у меня 10 тысяч было. И я с этими 10 тысячами подокупала себе там уже телефонную книгу. Телефон-то у меня есть. Номер симикарты есть. Я могу звонить. Мне только вот на баланс телефона закинут деньги. Видите, за счет телефона у меня 0. Мой номер вот 513 и 413. Вот, наверное, когда я играл, ну, не задумывался об создании своего телефонного номера, чтобы долго его не надо было набирать абонентам. Так. Задрал вот этот Джонни Хоббер. Всегда пишет. Мне аж заживно, что проходит набор по лицу города Сан-Фьерра. Давайте-ка посмотрим и лидеров онлайн. Ну, вот инструкторы. Ну, и пошли-пошли дальше. Так. Я бы мог еще приобрести лицензию на пилота. Она стоит вроде бы 10-10 тысяч. Вот. И сейчас мы посмотрим. Какой там Лилия радио Сан-Фьерра. Микки, Кайф. Цезарь и Самуэль. Цезарь. Там, Цезарь, Цезарь. Нет, там. Кайзер, Цезарь. Ну, как-то вот так. Что-то, что-то вроде этого. Так вот. Ой. Итак. Еще три минутки поиграем. Ой, ну не поиграем. На лесопиловке. Парабрадой. И пойдем раздавать на поводную... Ой, ну не поводную, а на какой налетный прав. И сразу же будем играть дальше после приобретения лицензия. И так, когда вот пейнтбол начнется, тогда я и побегу в город Сан-Фьерра. Или лучше в GPS посмотреть, где находится как бы автошкола. И только потом взять. ламу. Сейчас мы пойдем. Уже скоро. Курсантов пейнтбол. Находил я на Мэммонде Роллплей Радиант на этот пейнтбол. И как бы вам так сказать, этот пейнтбол там он не так, чтобы красками прям пуляться. Это там прям настоящие автоматы. Ну и прочее. Угу. Так. Так. Полиция, город, Сан-Фьерра. Джонни Ховерс. Ты меня уже задрал, Джонни. Только он себе в полицию там курсант наверное сейчас понабирает. И будет радоваться. Так. Ну все. Вот это последний я отнесу. И мы пойдем приобретать наверное лицензию пилопу. Долго мы конечно бежать будем. 5 минут точно это займет. Ну это ладно. Это ладно. Я тогда сейчас все это последний восемьсот мне придет. И меня кто-то должен довезти. Я не хочу пить. Ну-ка, давайте попробуем там автобуса дождаться. Если мы не дождем всего, то будет очень плохо. Это очень плохо будет. Упана. Он в СЭХ едет. Это видно по нему. Стой, автобус, стой! Блин, нужно туда бежать, пока он не уехал. Потому что он там может меня подобрать. Итак, я хочу чтобы он меня там подобрал. Ну, может быть сейчас я песню включу. Пробую сейчас. Погодите. И пока послушайте музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итог Итак, я даже не знаю Спускаться Надо было там на ту сторону перебраться, но что-что-что, давайте прыгать в воду, посмотрите, оцените как, сейчас я буду плавать, а он не плавает, я не знаю почему-то, 5k, я опять, фи, пи, с, лимит, 20, почему-то, вот он очень быстро плавает, но это ладно, давайте-ка, ладно, пойдемте-ка, не надо, вот он плавает, устал, устал, персонаж, почему, мне так сейчас не повезло, так, ну, давайте-ка, мы ничего не огорчаемся, мы быстро на плаваем, Итак, вот мы добежали до автошколы, и вот тут набор. Идет набор, набор речей. Блин, я хочу сдать экзамен на воздушный транспорт, заплатите 3000 в год за проведение, да, это вообще огорчение будет, если я заплачу и не сдам. Так, я думаю, с 18 лет можно управлять воздушным транспортом. Управление воздушным транспортом, состояние, конечно, запрещается, чё, не рекомендуется, что ли? Что запрещается при управлении воздушным транспортом? Что запрещается при управлении воздушным, вот, да, вот это, наверное. Что необходимо сделать при сближении с другим воздушным судном? Наверное, право, наверное, да, третий раз. Ну, да, Андрей, отсутствует, я думаю. Отсутствует. Полёты над воинными базами запрещены, конечно. Выполнение фигур высшего пилотажа только с первого, наверное. Поздравляем, вы подходите. Александр Киржаков, я. Давайте именем. Тони МК. Тейлор МК. Даун. Паспорт. Пас... 356. Вот, сейчас мы им покажем наш... Паспорт. Нет. И сейчас посмотрим, что будет дальше. Пас... 356. А, наверное, ему можно будет деньги передать, конечно. Ну. Сдача на базу... Сдача на базу... Что? 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 Ну, проверь. Давайте именем. Ну, проверь. Ну, как? Ну, проверь. Пойдём. Пойдём летать. Пойдём летать. Давайте его напишем, экзам сдал, экзам сдал. Да ты урод, ты урод, я тебе отвечаю, ты полнейший урод. Ну, извините меня, конечно, дорогие друзья. Ладно, наверное, я буду заканчивать свою серию, ставьте лайки, пишите в комментариях, и самое главное, подписывайтесь на мой канал, и вы будете ждать тогда моих новых видео. До свидания. До свидания. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok